На периоде, я надеюсь, вы отдохнули, выиграли кофе и готовы слушать дальше. У нас конференция международная и сейчас будет выступать мои партнеры, компания, которая занимается производством энергоэффективных теплообменных аппаратов. Компания «Кельвион» в лице Кеманса, кемерский директор Германии, находится в Мюнхене, рядом с Мюнхеном, 15 километров, настоящий, честокровный немец. И Петр Савченко. Можно было отбывать микрофон. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас видеть здесь. Сегодня я рад этому мероприятию. За это мероприятие хочу поблагодарить нашего партнера, компанию «Евракол» и Ассоциацию молочных мероприятий Украины. Меня зовут Петр Савченко, я представитель компании «Кельвион» в Украине. Сегодня со мной находятся здесь также другие представители «Кельвион», которые находятся непосредственно на заводах. Это «Тремис Ватерфлот из Германии» и «Владимир Кельвина в Чехии». Сегодня презентация будет посвящена нашему оборудованию. Мы производим воздухоохладители. Я надеюсь, что люди понимают в основном, о чем идет речь. Это «Кельвион» оборудование, которое находится непосредственно в камере с копловой продукцией и обеспечивает действую операцию. Естественно, в честь сегодняшней нашей темы энергоспоряжения буду пытаться остановиться больше на тех моментах, которые отвечают наши оборудования от оборудований производителей, те моменты, которые позволяют сэкономить электроэнергию, и, соответственно, позволяют сэкономить деньги внешнему потребителю и, соответственно, сделать более дешевую стоимость продукта, экономику продукта. Итак, самые, пожалуй, популярные модельные ряды в линейке «Кельвион», которая раньше называлась «Кюбом», это кубические воздухоохладители. В 2006 году и в 2003 году были изобретены, можно сказать, или это спроектированы, воздухоохладители коммерческой серии «СП» и воздухоохладители «СВЦ», это промышленная серия воздухоохладителей. Это были вполне успешные модельные ряды, они завоевали широкую популярность благодаря своей достаточно низкой цене и высокому качеству. Однако в 2013 году мы перешли к новому поколению этих воздухоохладителей. Они сохранили свое название «СП», «Маркет СП» — это коммерческая серия, и также «СГС» сохранило название «Новое поколение воздухоохладителей». С одной стороны, произошло некоторое путанице, потому что все-таки новые воздухоохладители называются так, как старые воздухоохладители, и это немножко, может быть, каким-то образом было неудобно для наших клиентов. Однако, с другой стороны, это позволило нам работать по старым сертификатам и не делать новую документацию на воздухоохладители. Это было достаточно удобно. И сегодня я буду рассказывать о тех отличиях, которые имеют эти воздухоохладители, и конкретно о их некоторых технических особенностях. Значит, воздухоохладители получили новый вид общий вид. И воздухоохладители сохранили свое предназначение, как и раньше. Промышленная серия мы используем для хранения продуктов, которые могут давать усушку, для продуктов, которые могут влиять на качественные характеристики продукта хранимого. Значит, если продукт не упакован, если продукт очень чувствительный к температурным режимам, тогда мы предлагаем использовать линейку синюю, которая называется «СГ-Ц». И пересяду, просто будет удобнее, и слабее пересаду. Итак, еще раз, значит, синяя серия – это «СГ-Коммершал», это промышленные воздухоохладители, и зеленая серия – это «Маркет-СК». Естественно, мы предлагаем не только эти линейки, мы предлагаем более широкий спектр воздухоохладителей, и часто для молочной промышленности мы предлагаем воздухоохладители с двухсторонней раздачи, которые применяются для разных процессов молочной промышленности, для хранения и разревания сыров, например. Кроме того, воздухоохладители, которые мы предлагаем, вот эти двухпоточные, они могут иметь и разные исполнения по материалам. В частности, очень часто мы предлагаем воздухоохладители с нержавеющими трубами и нержавеющими корпусами. Это вызвано прежде всего тем, что таким воздухоохладителям ставятся очень высокие требования по гигиеничности, и их часто моют агрессивными веществами мощи. Под воздействием этих веществ корпусы трубки могут хорротировать, поэтому мы предлагаем нержавеющие. Кроме того, знаю, что для молочных предприятий очень важна гигиена, и есть определенные контролирующие органы, которые просто требуют, чтобы на предприятиях было оборотно сделано с нержавеющим. Поэтому это тоже мы предлагаем. Но вот эти вот воздухоохладители, которые купеческие, они, конкретно те, о которых я буду говорить, они сделаны в стандарте с обычного черного металла корпуса, трубки сделаны с меди, ламиресовым, с алюминием. Но корпуса имеют порошковое покрытие единичное, которое также позволяет их использовать в помещениях с открытым продуктом, упакованным продуктом. Итак, что же мы получили в новом поколении воздухоохладителей? Прежде всего, мы получили специальные вентиляторы. Эти вентиляторы были разработаны немецким производителем, производителем, компанией EBM, специально по заказу Кильвион, или на то время, когда был заказ размещен, Кюбра заказала. То есть никто другой эти вентиляторы не применял в своих воздухоохладителях. Эти вентиляторы имеют очень большие технические отличия от вентиляторов, которыми раньше оснащались воздухоохладители. Эти вентиляторы соответствуют директиве ERP-2015. Эта директива говорит о том, что оборудование, которое продается в Европе, начиная с 2015 года, должно иметь определенные показатели по КПД. То есть оно должно быть экономичным, потреблять мало электроэнергии, и таким образом придется меньше производить электроэнергии и влиять на глобальное потепление. То есть из этого было принято решение о вводе вот этого директива. Значит, завод EBM справился с поставленной задачей, и новые вентиляторы, которые оснащаются оборудованием Кюба, оно имеет очень низкое электропотребление. На 30% приблизительно меньше, чем воздухоохладители, эти вентиляторы, которые мы использовали раньше, того же производителя EBM. Также эти вентиляторы, благодаря самым конструктивным особенностям, имеют больше струю воздуха, приблизительно на 15% по сравнению с вентиляторами, которые использовались раньше. Сам корпус тоже немножко имеет отличия. И в фотографии внизу вы видите, что лицевая панель воздухоохладителя имеет небольшой уклон в сторону потолка. Это достаточно такое интересное решение, грамотное решение, но с отознанием кто-другой этого тоже не делает. Но такой наклон дает возможность воздуху прилипать к потолку, так называемый эффект куанда, куанда-эффект, и, соответственно, выбрасываться еще на большее расстояние. Кроме того, конденсат, который может находиться в диффузоре, из этого наклона возвращается в воду платона, тоже полезная опция. Данный вентилятор сам по себе очень интересен, тоже конструктивно, потому что он сам имеет диффузор. До этого диффузор имел корпус воздухоохладителя. С появлением этих вентиляторов корпус уже диффузора не имеет, а имеет именно сам вентилятор. Следующий элемент воздухоохладителя, который также связан с энергопотреблением, это оттайка. Тайка в воздухоохладителях Кюбан традиционно очень качественная и очень экономичная. Говоря об оттайке, надо сказать, что оттайка в наших воздухоохладителях, она сделана не просто как по такому простому решению, не просто вставляется в двойки в обменный блок, а она вставляется в контактную трубу. Контактная труба также изнутри расширяется и имеет очень хороший контакт с ламелью. Благодаря такой конструкции электротайка происходит очень качественно, и очень быстро, потому что если вот этот плотный контакт, температура передается очень хорошо на ламелью. Кроме того, благодаря такому хорошей атаке мы ушли от высоких температур, то есть мы проводим атаку при температуре около 95 градусов. Это температура, которая позволяет воде, которая попадает на контактную трубу, не вскипать и не уходить в помещение в виде пара. Также контактная трубка, она защищает сам элемент нагревательный от попадания воды на него и, соответственно, продлевает ему сроки эксплуатации. Дальше хотел еще несколько моментов сказать об вентиляторах. Значит, вентиляторы, которые специально разработаны для оборудования Кирвион, они в стандарте, в стандартной комплектации, они откиданы. Это тоже очень, мне кажется, хорошая опция для предприятия молочной промышленности из-за того, что такая конструкция позволяет поддерживать очень высокую гигиену. То есть можно очень легко отбросить вентилятор и произвести мойку воздухоохладителя. Естественно, кроме этих вентиляторов мы предлагаем и другие вентиляторы, которые также очень эффективны по энергопотреблению. Это ЕЦ-вентиляторы. Но в любом случае наш конструктив, он сейчас не изменит. Сам корпус воздухоохладителя Кирвион очень, ну, как я уже сказал, покрашенный порошковой краской и очень гигиеничен. То есть он гладкий и благодаря тому, что он гладкий, там не задерживается никакая грязь, бактерии и так далее. То есть он очень хорошо моется. Также, как я уже говорил, еще раз хочу просто повториться, он доступен в исполнении нержавейки. То есть если клиент хочет нержавейший корпус, мы это можем просто сделать. Это просто. Как опция у нас есть? Новые воздухоохладители также получили ряд таких изменений, небольших изменений, я бы сказал, но которые позволяют эксплуатировать воздухоохладитель легче, лучше его монтировать, ну, и, скажем, его эксплуатировать лучше. Также вот, говоря о монтаже, хотел бы сказать, что данные вентиляторы имеют в стандарте клеммную коробку, которая позволяет очень легко раскручать вентилятор за счет пружинных контактов. То есть надо просто вставить провода, и пружинные контакты их очень надежно и удобно фиксируют. Это тоже удобство эксплуатации, удобство монтажа на расстоянии. Кроме того, на протяжении всех прошлых лет мы, благодаря нашему детскому контакту с нашими клиентами, мы их слышали внимательно, и если были какие-то замечания, мы их старались всегда учитывать и просто передавать в наш отдел ОРНД-департамента. Были некоторые замечания с прошлыми воздухоохладителями относительно объема для подключения к ТРВ. Мы жаловали, что просто недостаточное место, поэтому новые воздухоохладители были спроектированы, корпусовые воздухоохладители были спроектированы с учетом этих пожеланий, и мы сделали больше места для подключения к ТРВ, чтобы тоже, опять-таки, просто удобно подключать те воздухоохладители. Это общий вид воздухоохладителя Маркет-СП. Естественно, свет из него не исходит, как показано на фотографии, но действительно выглядит очень по-новому и очень эффектно. Дальше я хотел бы сказать несколько слов о линейке нового поколения СГК Маршал, но я буду некоторые там пропускать информацию, во-первых, потому что меня ограничили по времени, а во-вторых, потому что будет много чего повторяться по аналогии с предыдущей стерей воздухоохладителей. Итак, новое поколение воздухоохладителей СГК, оно отличается также новыми вентиляторами, которые сделаны по типу тех, которые сделаны были на СВ-серии. Но воздухоохладители серии СГК имеют вентиляторы, укомплектованные стримерами уже в стандартной комплектации. Стримера – это такая вот насадка пластиковая, которую видите в разрезе сделанная. Эта пластиковая насадка позволяет раскрутить поток воздуха, который закручивается в вентиляторе, и за счет этого раскручивания, опять-таки, выбрасывать его дальше. И дальше уединяется с проем воздуха. Это бывает очень полезно, когда надо отказать помещение, ну, очень длинное помещение, с, скажем, какими-то большими габаритами. Естественно, вентиляторы тоже, как и в первом случае, они более экономичные, соответствуют директиве ИР-2015 и употребляют приблизительно 30% меньше электроэнергии. Точно так же лесовая плата вентилятора имеет небольшой наклон, 3,5% приблизительно, но, кроме этого, надо сказать, что вентиляторы СГЦ также имеют здесь специальный, очень специальный дистрибьютор. СЕЛ, вот этот дистрибьютор был разработан, запатентован компанией КЮБО. Данный дистрибьютор позволяет более правильным образом распределять прион по контурам воздухоходителя, и таким образом, заполняя его правильным образом, опять-таки, происходит костная экономия электроэнергии. Из-за того, что просто лучше работает воздухоходитель, он работает меньше, и экономит каким-то образом электроэнергии. Кроме того, у нас есть специальные опции, которые доступны за отдельную плату. В данном случае показана тайка поддона с горячим газом, и иногда это было тоже очень хорошее решение, потому что иногда люди просто не хотят работать с электротайкой, ведут дороговизны, и иногда это будет удобно по ряду причин. Кроме того, новое поколение воздухоходителей МГ имеет в стандарте опцию активной поддона. Вот видите, внизу слева фотография с откинутой поддоном. Это значит, что там уже есть навесы, которые позволяют поддону кинуть и произвести чистку поддона с помощью моющего средства специального. Можно мыть с помощью кёркера, как показано на фотографии. Стандартно имеет корпус, это порошковое покрытие, и ещё один момент, который бы хотел добавить, это такой дизайн, стандартный дизайн для клюба, это скруглённые края. То есть, фактически воздухоходитель не имеет острых углов, все углы скруглённые, и это, во-первых, и не травматично, когда нет острых углов, во-вторых, просто дизайн для стандартного стандартного более приятного. По поводу стримера, ещё хотел бы добавить один момент, что стример снимается, он легко уморится, для того, чтобы, опять-таки, поддерживать гигиену. Кроме того, сам стример, вот этот пластик, который сделал стример, он очень качественный, он нормально работает при низких, и при высоких температурах, фактически ничего не происходит, он не треслит, не выходит из строя. То же самое есть изменения по клейной коробке, по подключению и по самим, как особенностям корпуса, то есть корпус увеличен и улучшен образом подключения воздухоходительного. На этих фотографиях, как вы видите, ну, это изображено строя воздуха, который выходит с такого вентилятора, она действительно очень далеко выбрасывается, она обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха в помещении, и за счет такого активного, активной циркуляции воздуха в помещении температурный градиент очень равномерный, то есть мы пытаемся с помощью такой циркуляции уменьшить застойные зоны и обеспечить одинаковую температуру во всех точках камеры. Ну, это обозначение, я думаю, не сильно интересно. Значит, по мощности воздухоходителей, как коммерческой серии, так и промышленные, они достаточно мощные, и с помощью, как правило, одного воздухоходителя можно обеспечить входом достаточно большие помещения. Вот. Вкратце это все. Если есть вопросы, готовы ответить, прокомментировать. Толщина ребра – это хороший вопрос. Ну, он не относится к теме нашей конференции. Воздухоходитель на самом деле энергоэффективен. То есть я давно уже занимаюсь подожить немецких аппаратов, и вот основные моменты, все, что были сказаны, это оттайка, да, обратили внимание, и интересный вентилятор. Поставщики для компании «Хельвион» вентиляторов компания «ИБМ Папст». И сегодня представитель завода у нас есть, и Геннадий Мясников сейчас расскажет, за счет чего он такой энергоэффективный, как вы можете сэкономить деньги. Добрый день. Меня зовут Геннадий Мясников, как вы меня представили. Я являюсь специалистом компании «ИБМ Папст». «ИБМ Папст» в Украине. Сейчас включат презентацию. И я вкратце расскажу не о самих вентиляторах. Спасибо коллеге, он рассказал про вентиляторы очень хорошо. Я расскажу про энергоэффективность, которая заложена в том, как максимально получить эффект от тех денег, которые изначально тратятся на какое-то оборудование. На примере комплектующих. Вентилятор – это часть теплообменники, воздухоотводителя, часть вентиляционной системы. Он сам по себе малоинтересен, но он сам по себе может принести большой эффект. И приведу я это все на примере расчета, который делался, и который практически был частично реализован стульчинским маслом с сырзаводом, и показать, как можно и где можно найти деньги для дальнейшего развития в энергоэффективном направлении. Можно? Я буду переключать. Или у вас мышка? А, ну, давайте я буду стоять, а вы переключаете. Можно дальше не задерживаясь. То есть, в принципе, вы у нас на основные моменты будут на слайдах, я буду комментировать более детальные были вопросы. То есть, был выбор на воздухоплодителях замены 30 вентиляторов, которые работают в определенных режимах. То есть, 5000 часов в году вентиляторы работают, 3000 часов они не работают. И из этого расчета мы рассчитали применение ЕЦ-вентиляторов, которые имеют плавную регулировку и настраиваются для поддержания нужной системы. То есть, телетемпературы, как в данном случае, в камере хранения готовой продукции, да, масла. Можно поддерживать давление конденсации, все что угодно. Эти режимы просчитывались и в дальнейшем на слайде будет показано сравнение. Сравнение энергопотребления при правильной настройке вентилятора. Видите, энергопотребление в разы отличается, пять раз. Да, теоретический расчет показывает отличие пять раз. Энергопотребление существующей системы с системой, но уже с энергосберегающей энергоэффективными вентиляторами. Что в итоге нам приводит к почти 700 тысячам гривен в год при нынешнем тарифе электроэнергии экономии. То есть, вентиляторы за год вам экономят 700 тысяч гривен. Мы не говорим о других возможностях экономии, мы говорим только о предприятном вентиляторе, который за счет настройки, за счет эффективности приносит эти деньги. что в итоге вот сравнение энергопотребления вентиляторов обычных, стандартных, асинхронных и вентиляторов энергоэффективных. Да, мы видим красным, как тратятся деньги сейчас, и мы видим зеленым, насколько меньше затраты при использовании энергоэффективных технологий. в итоге при первичных вложениях действительно на уровне тех же 700 тысяч гривен мы за год получаем возврат денег и в дальнейшем каждый год мы зарабатываем эти 700 тысяч гривен просто не отдавая их государству за счет электроэнергии. И если сравнивать окупаемость, вот мы видим графики потребления год чуть больше, мы возвращаем наши деньги и как итог мы видим что через год мы получаем возврат денег через два года мы получаем деньги на точно такое же вложение то есть по сути дела переоснащение следующее через два года мы делаем бесплатно и так далее это геометрическая прогрессия то есть один раз вложив деньги правильно эффективно мы потом их возвращаем и возвращаем больше потому что мы их не тратим туда куда их не нужно в этом есть принцип энергоэффективности эффективность вложения потом правильным использованием денег и вот это уже практический результат то есть это протокол подтверждения от Кульчинского маслостерзавода о том что поменяв в камере хранение готовой продукции вентилятора на воздухохладителях они получили экономию более чем 7 раз энергопотребление и на 37 децибел у них снизился шум в камере за счет работы вентиляторов в правильном нужном режиме это вот спасибо вам за внимание итог мы воспроизводим вентиляторы да вы можете их покупать в оборудовании вы можете их просить вам установить вот наших партнеров компанию астро то есть все работы делают они мы же просто производим свою часть как комплектующую спасибо за внимание все мы люди у нас есть сердце и у холодильной машины тоже есть сердце энергоэффективное сердце это Валерия Ледов от компании Абок Добрый день Меня зовут Валерий Ледов как вы меня уже представили я региональный менеджер по продажам компрессоров компании Гео-Вок концерна Гео и поскольку Вок с 2011 года принадлежит концерну Гео мне просто необходимо сказать несколько слов про концерн который купил нашу компанию Гео и скорее всего это все будет интересно для вас поскольку Гео предлагает именно то оборудование которое интересно для молочной промышленности Гео мировой ведущий производитель компонентов и поставщик технологии она концентрируется на инновационных решениях для высокотехнологических процессов производства продуктов питания Гео производит оборудование для производства ка его переработки продуктов питания и напитков оборот как видите 4,5 миллиарда Гео представлено на бирже операционная прибыль на 2014 год 11,4% больше 16 тысяч сотрудников при капитализации 9 миллиардов гео 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 представлено себя двумя сегментами в прошлом гео было 4 сегмента каждый гео предлагал какое-то оборудование похожее для этого сегмента но практически они не коммуницировали друг с другом то есть энергии было немного это изменилось можно вообще без микрофона давайте я буду без микрофона мне гораздо лучше я слышу самого сегмента я тебя еще активно объявил ну да наверное да за счет сердца решил доказать что он у меня есть и даже раз раз вот смотри вот здесь не реки попробуй еще раз не слышно значит теперь гео только два сегмента два бизнес-образования equipment и solution продажная и сервисная активность объединены в одну организацию локально для каждой страны чтобы это просто объяснить в крупных странах таких как Украина Россия Германия вся активность концентрирована на в одном проводное на перенес пробуем раз расслабиться давайте все-таки я буду очень пробовать говорить врубать микрофон теперь в каждой стране в каждой большой стране офис есть один офис гео например гео украина где вы можете получить весь комплект полностью все людей гео включая все проекты которые гео в состоянии сделать это очень хорошо естественно для конечного заказчика который получает комплект всего оборудования вот здесь можно посмотреть бизнес-сегмент грибер что он делает я честно говоря не знаю что это такое в большом счете вообще похоже на ящик для мусоросжигания но здесь видно допустим что коровы да это понятно что коровы это доильные аппараты для коров волочные оборудования бизнес-сегмент гео она объединяет то активность которая распространяется как на стандартизированные так и часть эстетические требования клиента оборудование права производства больших количествах в рамках крупно-серийного производства основанного на стандартизированной системе а в бизнес-сегмент и салюшен мы видим активность направленную в высшей степени на проекты на реализацию проектов с помощью того же самого оборудования гео из бизнес-сегмента гео теперь возвращаемся к гео бок бок находится в Баден-Вюртенберге в маленьком городе Бриненкаус это снимок почти с высоты птичьего полета это производство а это офис несколько фактов основания фирмы в 32-м году оборот больше 70 миллионов в год в 94-м году была сертификация из-за 2001 более 300 сотрудников более 800 производителей по всему миру достаточно крупная компания 4 производства в Чехии в Германии в Чехии то есть мы сердечно вас приглашаем кого-то интересно посетить наше производство в Индии в Китае цветами мы тоже занимаемся до презентации на 10-го Валентина Валерий попробуйте пожалуйста с микрофоном я вот нахожусь в конце зала здесь плохо слышно только так будет переключаться нет у вас микробонок со шнуром будет легче ходить вместе как Муслим Магомай я здесь да значит история буквально краткая история геобока буквально один эпизод поскольку за 90 лет было очень много эпизодов в истории бока первый кондиционер для Volkswagen на Жук был сделан на базе компрессора бока вот он дальше значит так теперь линейка бока бока производит получается три линейки трех компрессоров типов компрессоров это компрессора первая для мобильного холода все что находится на колесах это траки всякие троллейбусы автобусы потом вторая